Всем привет! На связи Дмитрий Гончаров. В этом видеоролике я хочу рассказать вам про очень классную крутую и довольно таки простую галерею изображений для Joomla. Давайте сразу приступим к делу. Разработчик данного модуля, данного компонента является Joomshaper. Для того, чтобы скачать наш компонент, нам нужно перейти на сайт разработчика и в разделе расширения Extensions найти данный компонент. Называется он SP-Easy Image Gallery. Но для того, чтобы его скачать, нам нужно будет с вами зарегистрироваться. Потому что они не дают так скачивать, нужно обязательно пройти регистрацию. Для этого нам нужно зайти в More Info, больше информации, либо подробнее. И вот здесь есть кнопочка Download. Если мы ее нажмем, то он нам предложит скачать, но перед этим нам надо авторизоваться. Я еще хочу такой момент уточнить, что вот здесь есть кнопочка также регистрации, ну, авторизация, и там же можно также попасть на регистрацию. Если мы, допустим, давайте нажмем Login. Вот нам предлагают уже ввести логин и пароль, но поскольку у нас этого ничего нет, то мы должны перейти вот по этой ссылке Don't Have an Account, если нет аккаунта. Нажимаем и у нас открывается с вами форма для регистрации. Давайте зарегистрируемся, укажем имя, укажем юзернейм, пусть будет вот так, и укажем какой-нибудь пароль. Подтвердим пароль. Такой же введем. И давайте укажем электронную почту. После этого нам надо подтвердить электронную почту. Скопируем Ctrl-C, Ctrl-V. Укажем, что мы не робот. Отметим картинки, где есть автомобили. Что нас просят сделать? Capture. Сейчас это закончится. Все вроде бы. Нажимаем подтвердить. Все, галочка есть. Остальные поля можно не заполнять. Здесь это опциально, то есть не обязательно. Дальше. Регистрируемся. Так, юзернейм. Просит ввести другой логин. Давайте введем другой логин. Пусть будет какие-то цифры добавим в конце, чтобы у нас просто он был немножко другим. Скорее всего он не повторялся уже. Так, бьется снова противным Capture. Теперь он просит ввести, указать картинки, где есть автобусы. Так, вроде бы все. Все поля мы заполнили. Давайте теперь попробуем еще раз зарегистрироваться. Все, регистрация у нас с вами успешно прошла. Теперь он нас просит с вами активировать нашу учетную запись. Для этого надо перейти в почте по ссылке. Сейчас на почту должно прийти письмо и перейти там по ссылочке. Вот пришло письмо и здесь вы видите, что здесь все на английском, но здесь есть ссылка, по которой можно кликнуть. После того, как вы перешли по ссылке из письма, вам нужно будет просто снова перейти на вкладку «Логин» и здесь уже ввести свой логин и пароль, указанный при регистрации. Нажимаем, вставим галочку «Запомнить меня» и авторизуемся. Все, после этого вы попадаете в ваш личный кабинет и сейчас вам доступны все скачивания, всех расширений, которые бесплатны. То есть, допустим, сейчас нас интересует только конкретная галерея. Приходим в «Подробнее», «Загрузка» и вот теперь мы можем с вами скачать как компонент, так и модуль. Скачиваем сначала компонент, после этого скачиваем модуль. Переходим в папку «Загрузки». Сейчас нам надо с вами их установить на наш движок. Заходим в «Админку». Для этого дальше «Расширение», «Менеджер», «Расширение», «Установка». И вот здесь мы с вами должны просто их затащить вот в это поле, бросить. Сначала компонент устанавливаем. Сразу же следом ставим модуль нашей галереи. Все, у нас модуль успешно установлен. И сейчас мы давайте посмотрим немножко, из чего состоит компонент. Переходим в «Компоненты». Здесь у нас появляется пункт в меню из Easy Image Gallery. Переходим в него. И у нас открывается вот такой вот интерфейс. Здесь у нас в левой части есть вкладка «Альбомы», «Категории» и «Опции». «Альбомы» у нас сейчас не созданы, пустые. Давайте зайдем в «Категории». Здесь все просто. Можно создать несколько категорий. Давайте создадим категорию, допустим, «Города». Здесь может какое-то описание указывать «Родительскую категорию». Но сейчас их нет, поэтому, по сути, это будет первая категория, которая может стать в дальнейшем родительской. Также мы можем указать параметры, изображения, категории. Но я обычно это не использую. Здесь достаточно просто создать саму категорию. А можно вообще не создавать. То есть смотря для каких целей вы используете модуль. Если там вам нужно разместить какую-то одну галерею, то заморачиваться вот с этими категориями, в принципе, не стоит. Но я для примера вам создам, чтобы было наглядно видно, как работает эта система. Дальше в опциях у нас с вами есть возможность задавать высоту и ширину иконок предпросмотра вот этих вот изображений. Мы оставим 400 на 400, по умолчанию здесь ничего изменять не будем. И теперь создадим наш первый альбом. Для этого нажимаем кнопку «Создать». Здесь нам нужно будет с вами назвать наш альбом. Давайте назовем его, ну пусть будут также «Города». «Города мира». «Состояние» оставим опубликовано. И вот здесь мы можем с вами сейчас выбрать категорию, которую мы создали заранее. Сделаем категорию «Города». Доступ у нас публичный, язык все избранный. Ну, оставляем «Нет» пока. И здесь обязательно нужно создать изображение для вот этого альбома. Так сказать, обложку, потому что система не даст сохранить альбом, так как у нас не выбрана вот эта вот обложка. Для этого мы нажимаем «Выбрать». И вот здесь мы с вами можем в принципе выбрать вообще любое изображение, без разницы какое, оно нигде не отображается. Давайте выберем просто банальный логотип «Джумла» по умолчанию. Только для того, чтобы нам позволила система создать этот альбом. Можно также указать описание какое-то, но я обычно этого не делаю. Нажимаем «Сохранить». Все, наш альбом создан. И сразу же в этой же вкладке у нас появляется такое поле для загрузки изображений. Здесь у нас с вами можно через кнопочку «Upload Image» задать, чтобы через интерфейс компьютера это все выбрать. Либо можно просто сюда забросить их. Здесь поддерживается возможность «Drag and Drop», то есть «Бери и бросай» для загрузки изображений. Поэтому мы с вами открываем наши загрузки. И вот здесь вот я уже заранее подготовил папочку с изображениями. Их 15 штук. Мы просто берем их с вами и вот так вот перетягиваем. Все, они у нас загружаются. После этого мы можем с вами сохранить этот альбом. Также можем указать описание. Но вот это вот описание было доступно изначально, когда мы с вами только создали альбом. И после того, как указали обложку, у нас появилась вкладочка «Image» для загрузки самих изображений. На этом мы альбом с вами создали. Нажимаем «Сохранить и закрыть». Вот мы видим с вами нашу обложку нашего альбома. И наш сам альбом. В категории «Города». Теперь, как нам этот альбом опубликовать на сайте? Для этого давайте перейдем в раздел «SPPage Builder». И вот нашу демо-страницу откроем в визуальном редакторе на сайте. Сейчас эта страница у нас создана как главная для наглядности. Поэтому вам будет удобно все сейчас наблюдать. Добавляем новую строку. Сделаем ее на всю ширину. То есть одна будет у нас колонка. И сюда нам надо просто с вами вставить сейчас «Джумла модуль». Так, я поторопился. Сейчас, минутку. Мы с вами наоборот должны сейчас не страницу, а мы должны с вами создать модуль. Для этого нужно перейти в «Расширение», «Модули». И здесь вот в модуле у нас с вами появляется, после установки компонента и модуля, у нас появился вот этот модуль. «SPPage Easy Image Gallery Module». Он отключен по умолчанию. Поэтому мы в него переходим. Мы можем его переименовать каким-то образом. Допустим, фотоальбом городов. После этого нам нужно с вами сделать перевязку к пункту меню «Привязка модуля» на всех страницах. Дальше. Дополнительные параметры мы и права доступа не трогаем. Возвращаемся во вкладку «Модуль». Показывать заголовок нам надо скрыть, чтобы у нас не было заголовка вот этого модуля на самой странице. Позиции для модуля мы здесь ничего не выбираем, потому что мы будем вставлять в конструктор. Но если вам надо вставить в своем шаблоне какую-то позицию, вы должны будете выбрать позицию вашего шаблона. Допустим, если бы мы пользовались позициями шаблона «Shaper Helix Ultimate», который сейчас установлен, то я бы тогда выбирал из доступных позиций, где публиковать этот модуль. Но я не буду пользоваться шаблоном, а буду пользоваться конструктором SP Page Builder, в котором модуль можно так назначать любое место, в любое дополнение. Состояние мы делаем «Опубликовано» и больше мы здесь ничего не трогаем. Дальше. Что касается настроек модуля. Мы здесь можем выбрать тип. Тип получается модуля. Здесь либо один альбом будет отображаться, либо можно сделать лист альбомов. То есть их можно сделать несколько для отображения. И при входе вовнутрь альбома каждого, там будут уже свои изображения. То есть такое многоуровневое получается. Многоуровневая галерея. Оставим пока один альбом. Дальше идут настройки нашего альбома. Мы выбираем, какой альбом будем использовать. У нас он один. Но если бы их здесь было больше, мы бы добавили которые в компоненте, тогда мы бы смогли бы здесь выбрать из нескольких. Лимит. Это у нас количество отображаемых изображений в альбоме. У нас их 15, поэтому можно поставить 15. Но если планируется, допустим, добавлять в дальнейшем еще изображения, то тогда здесь есть смысл установить просто побольше, допустим, 150, чтобы не упереться в ограничения и потом не искать в настройках, где вы там что-то забыли поставить. Дальше. Здесь есть варианты отображения альбомов. Есть по умолчанию. То есть они будут квадратными картинками, либо мозаика, либо прямоугольники. Это я сейчас вам еще покажу. Дальше. Количество колонок 4. Это для обычной компьютерной версии, для десктопной. 4 колонки будут изображения. Для планшетов 3 колонки. Для мобильных 2 колонки. И также здесь есть разрывы. Это ширина между, получается, изображениями, между колонками. И также вот ширина разрыва между колонками на планшете и на мобильном. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Также здесь есть опции для поп-ап. То есть это когда вы нажимаете на изображение, оно всплывает на темном фоне, lightbox. И там задаются настройки для заголовка, для описания и для счетчика изображения. То есть он показывает нумерацию. Сейчас я вам это все продемонстрирую в наглядности. Давайте мы задали вот эти минимальные настройки. Нажмем сохранить. После этого мы здесь, на нашей демо-странице, сейчас мы ее так сохраним. Обновим, чтобы у нас модуль появился в конструкторе. После этого мы сейчас модуль... Перетаскиваем дополнение Joomla-модуль на нашу страницу. И вот здесь мы сейчас должны в модуле выбрать фотоальбом городов. Просто если бы мы, получается, создали страницу, а потом стали создавать только модуль, и если бы я стал вставлять Joomla-модуль сюда, у нас бы здесь вот этот фотоальбом городов, модуль, не появился. Поэтому я обновил страницу, и теперь нам вот он стал доступен. После этого нажимаем применить, и вот появилась наша галерея. Здесь она в визуальном редакторе выглядит в одну колонку, но это не пугайтесь, это вот так вот отображается просто некоторые модули в конструкторе. Но на самом сайте, если мы сейчас перейдем с вами на основную страницу, здесь у нас с вами сейчас должно стать все нормально. Сделаем так. Сейчас, минутку. Так, главная страница. Сохранить. Обновить. Все вот. Сейчас видите, как отображается наша галерея. Довольно прикольно. Мы имеем все наши 15 изображений. В настройках у нас выставлено для компьютерной версии сайта 4 колонки. Количество строк уже отображается в зависимости от количества, но изображения. Поэтому тут можно до бесконечности. Я имел ввиду разрыв между изображениями. Вот если мы сейчас перейдем на стройки. Вот этот gutterwitz 20 пикселей. Это как раз таки... Так, это как раз таки вот этот вот разрыв. Видите, 20 пикселей. Если мы сейчас его изменим... Допустим, давайте сделаем не 20, а 5 пикселей. Сохранимся. И обновим страницу. Видите, что этот разрыв уменьшился до 5 пикселей. Соответственно, его можно настраивать. Можно сделать вообще... Так, убрать получится. Нет, он убрать не дает. Значит, надо поставить 0. Устанавливаем 0. И на главной странице все. У нас, видите, пропало вообще. То есть здесь можно делать такого принципа плитку. И довольно интересный вариант получается. Дальше давайте рассмотрим следующие настройки. Что я имел в виду вот под этими настройками всплывающих окон? Если мы нажмем на изображение, у нас с вами здесь есть заголовок и есть нумерация. Соответственно, она отключается. Заголовок отключается и нумерация. И также есть description. Сейчас он не отображается, потому что он у нас не задан. Если мы с вами зайдем в компоненты, в наш компонент галереи, в наш альбом. И вот здесь получается, в редактировании изображения, вот здесь есть description. Если мы здесь напишем какое-то описание, это черный город с высоты птичьего полета. Вот, например, нажмем сохранить, сохраним. И вот сейчас мы здесь обновимся и откроем изображение. Вы видите, появилось описание. То есть здесь можно каждую картинку как-то прокомментировать. И оно появится вот при всплывании. Но это все можно отключить. Допустим, надо вам просто сделать галерею, чтобы никаких лишних названий, ничего не было. Вы просто отключаете. Нажимаете сохранить. Обновляемся. И при открытии изображения в Lightbox у нас ни счетчика, ни заголовка, ни описания, ничего нет. И так у всех изображений. Единственный такой момент здесь есть. Я считаю, он немножко неудобен, но приходится с ним справляться самому. Это вот эти вот названия файлов, которые вот здесь возникают при наведении мышкой. Иногда они не нужны, потому что вы загружаете изображение. Во-первых, если название файла будет на кириллице. Сейчас открою. Вот здесь не по-английски, а будет по-русски что-то написано. Город такой-то, город такой-то. Или какие-то другие названия. И вы будете загружать вот сюда. Вот здесь он отобразит уже, так сказать, карказябрами. Но он переведет это изображение, ой, это название в транслитерации. И оно уже здесь получается на сайте у вас будет некорректно. То есть не будет здесь вот по-русски написано. Только на латинице. Поэтому нужно избавляться вот от этих вот названий. Как это сделать? Нужно зайти просто вот в альбом в компоненте. И перед тем, как вы, ну точнее после того, как вы загрузили, зайти в каждое изображение. И вот стереть вот эти вот title и alt. Alt, конечно, можно оставить, чтобы у вас подписана была фотография. Но title удаляется. Описание можно, ну можно все удалить. Я обычно все удаляю. Мне описание почти не требовалось ни разу указывать. И вот таким образом я вот сейчас удалю все названия. Title и alt изображение. Я это сейчас все сотру. Сейчас я поставлю на паузу. Быстренько все сделаю. Итак, я почистил все названия. У меня это заняло меньше минуты. Сейчас давайте сохраним наш альбом. Перейдем на главную. Обновимся. И все. Теперь у нас с вами вот эти все названия пропали. У нас чистая галерея, без всяких обозначений и подписей. Дальше давайте вернемся в настройки модуля. И посмотрим, что у нас с вами еще здесь есть. Вот эти вот размеры это для планшета и для мобильного. Если мы сейчас с вами перейдем к панели разработчика. Так. Посмотреть код элемента. И вот мобильная версия. У нас сейчас с вами, допустим, 326 пикселей по ширине. Сейчас мобильный. Видите, у нас две колонки и у нас есть разрыв. Будем сейчас увеличивать разрешение. У нас сейчас станет в три колонки. Сейчас получается разрешение планшетной версии. У нас стало в три колонки. Соответственно, вот эти все варианты можно настраивать здесь. Давайте поставим для планшета не три колонки, а пусть будет четыре. Нажмем сохранить. И на главной странице обновимся. Все, у нас еще мельче стало. Стало сейчас в четыре колонки для планшета. Если мы вернемся с вами в компьютерную версию, то у нас сейчас также в четыре колонки, но без разрывов. Вот таким образом у нас настраивается адаптивность данной галереи. Что очень классно. Следующая настройка, которую я хочу вам показать, это варианты отображения альбомов. Сейчас у нас стоит по умолчанию. Но мы можем с вами выбрать, допустим, мозаику. У нас сразу пропадают настройки отображения вот этих адаптивностей, то есть количество колонок для разных вариантов экрана. Почему? Потому что мозаика, она там сама подстраивается под это все дело. Давайте сейчас обновим страницу. И вот видим, что она вот таким образом выстраивается. Сейчас я отключу этот показ. И вы видите, что у нас фотографии, есть которые горизонтальные, есть которые вертикальные. И они вот таким вот образом заполняются. То есть получается, что такая своеобразная мозаика. Сейчас еще раз обновимся. Но вот здесь видите, что немножко пустота. И некорректно она отображается. Поэтому надо смотреть. Возможно, здесь можно отрегулировать вот эту вот мозаику за счет изменения. Вот здесь расположение вот этих вот фотографий. Последняя у нас фотография получается с зеброй. Давайте попробуем ее вот какой-нибудь сюда в центр кинуть. И возможно, поменяется... Ну, не размер. Нет, она не хочет меняться. Но почему-то вот так вот некорректно отображается. Давайте попробуем еще изменить в модуле разрыв оставить 20 пикселей. И обновить. Нет, она не хочет изменяться. Ну, вот мозаика по такому принципу размещает изображение, что они не квадратными становятся, а где-то прямоугольными, где-то квадратными. И таким образом идет заполнение всего пространства. Дальше. Вариант отображения прямоугольники. Сохранить. Обновляем страницу. А вот здесь получается, что изображения заполняются так. Здесь вот тоже почему-то не хочет заполнять вот эти пространства пустые, но это какой-то глюк небольшой. В принципе, оно всегда все заполняет корректно. В общем, я разобрался, в чем проблема, почему вот тут вот так получается пустота, когда загружаешь, вот много изображений. Суть вот в этом разрыве. Если мы сейчас в настройках уберем разрыв до ноля и сохранимся, здесь сейчас мы обновим страницу, то у нас все наши прямоугольники становятся ровно друг дружке. Соответственно, если мы вот здесь в модуле начинаем увеличивать, допустим, вот 10 еще нормально терпит, да, то при 20, то есть получается разрыв становится больше и, соответственно, перемещается изображение на следующую строку, то есть не влазит в этот контейнер. И получается вот здесь пустота. Поэтому будете, когда настраивать, смотрите внимательно здесь, вот за этими разрывами. Потому что если что-то там едет, то пытайтесь вот здесь вот уменьшить, отрегулировать вот эту вот ширину. Допустим, если я сделаю 15, разрыв, то еще, в принципе, еще нормально. Но при 20 вы видели, что начинает все съезжать. Поэтому вот здесь вот все так. Давайте на этом здесь мы все закончим с нашим альбомом. Теперь посмотрим настройки в случае, если у нас будет несколько альбомов использоваться. Выбираем альбомный лист, то есть галерею из альбомов состоящих. У нас сразу с вами исчезают настройки вот этих вот альбомов, то есть одиночного альбома. И появляются настройки для альбомного листа. Здесь можно выбрать категорию. Опять же, в одной категории может быть несколько альбомов, соответственно, если вот, допустим, категория города, то там может быть город Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Лондон. Ну, то есть много альбомов. В каждом альбоме свой набор фотографий. Также здесь можно выбирать количество колонок для компьютера, для планшета, для мобильного и также разрыва. Давайте мы сохраним эти настройки и посмотрим, что у нас сейчас здесь будет. У нас с вами появился наш фотоальбом «Города мира» и там 15 фотографий. Соответственно, здесь нет обложки. Эта обложка задается вот здесь как раз-таки. Выберем город, который мы загрузили. Нажмем «Сохранить». И вот сейчас у нас появится изображение. Все, вот видите, 15 фотографий. Здесь, если мы перейдем вовнутрь, то у нас открываются вот все наши с вами изображения. Также здесь получается, если мы создадим с вами еще один альбом соседний, то у нас здесь появится еще одна вкладочка. В этих альбомах может быть очень большое количество. На этом, в принципе, я вам полностью рассказал про компонент SP Easy Image Gallery, про его модуль, как это все выводится, вставляется и настраивается. А на этом у меня все. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. А на этом у меня все. Пока!